Смотрите, ребятки, грибочек, грибочек. Помните, мы в русском магазине брали грибочки? Я уже попробовала. Меру соленый и уксус добавлен. Очень вкусный. Вот я их в баночки выкладываю. Сейчас добавлю сюда масло. И добавлю сюда лучка. И будет нам счастье. Тем более, что я сварила картошку-пюре. Ой, я так соскучилась за грибами. Вкуснотища вообще неописуемая. Я уже попробовала. Дось. Может, это ты лежал-лежал и стал вырываться, когда я решила тебя поснимать с Максом. Ты злишься? Ты злишься, кот. Я красивая. Я такая толстая котя. Вы думаете, что он лежит довольный? Нет? Антистресс. Антистресс Максим назвал нашу котю. Федька ту лимушку, ту лимошку увидел. Он прям машина по прыганию. Да, Макс? Да. Федя. Что там? Что там, Федя? А мы лежим-лимемся. Надо вставать, да, сынок? Не, я же сама еще могу лежать лимит перед телевизором. Ну ладно, тебе позволить, но ты мало учишься. Федя. Тихо. Нет? Того же нет. Кроличка моя любимая. Пиццу кушаешь? Угу. Максим, у нас видите, как интересно пиццу кушать. Все помидоры достал. Не ест вообще помидоры, не любит их. А мультики, видите, только на английском. Все. Федя, вот что ты скажешь людям? Тебе-то гринкарта не нужна, чтобы тут жить. Да. Ты-то тут родился. Ребятушки, дорогие мои, хорошие, кто не знает, стартовала сегодня лотерея гринкард. Обязательно сегодня 7 октября. И будет она до 10 октября. В этот период с ИПО вы должны подать свою заявочку. И обязательно иметь при этом загранпаспорт действующий. И фотографии. Да, Федь? Федьке вот не надо. Да, Федька? Федька тут родился. А всем остальным, кто хочет приехать, обязательно нужна гринкарта. Поэтому вперед заполнять заявки. Вот. Видите, он постоянно возле меня. Вот я сижу, уроки делаю за столом. Вот. Ага, он мне пришел. На руках он мне мешать. Я ему стол подвинула. Вот лежит. Чикот такой. Чикот такой. Красивый. Ну что, видите, пользуются касатики. Наши это, Максимка себе горячие... Что там, шоколады творят? Коку. Ход, Коку. Максим, а что ты пятно не вытил? Мама видит все. Мама. Ты сделал. Это ты сделал. Говорит, вкусно мне вкусно, да? А, ну мы сегодня решили капсулу выкинуть. Окей. Давай выкидывай. Слушайте, ну прилично оно на вкус получается. Я пробовала, выставили, мы разобрались с озами, сколько оз надо, 8 оз, тогда получается вкусно. У нас воды опять не хватает. Ну, папа сегодня принесет, упаковка в машине есть. Так что вот такие дела. Пользуемся мы ею, однако. В России, кстати, не сильно пользовались. Не знаю почему. А тут оседлали. Ну что, у нас Федька-сладкоежка. Ну, на, на, на. Ну, жуткая причем. Он их вынюхает. Именно конфеты. Пузо. Да, да. Дырки будут в зубах, Федя. И это не полезно. Ну дай, ну дай, ну дай. Дай, 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 дай. Сейчас он неспокойный. Досечка, досечка, досечка. Я тебе сейчас, ты морд такой, маморд. Летит на сошек, взял конфеты. Конфеты, да. Его очень они привлекают. Его шнобачок. Не трогай, не трогай. Что делать? Шнобачок его привлекает. Он их уже давно унюхал. Вот он тут и роит, и роит. И не из-за того, что он хочет, чтобы его погладили. Нет, конечно, он хочет конфетку спереть. Выдержка. Папа сделал засаду Феде. Ты что? Оно же пахнет на километр. Все, ляло тут зажмурился. Все, конфеты не пахнут больше, да, Федось? Вообще. Шнобак, смотри, шнобак, шнобак. Звигается, да. Так он теперь, видишь, эти цитрусовые унюхал. Обычно коты сразу убегают от цитрусовых, а этот нет, сидит себе. Ну, ему не нравится, да. Ну, прям. Я помню, что Филька, а он сразу убегал. Ну, Маська убегает. Маська тоже убегает. Ребята, а у меня винегрет и даже с селедкой. И мне сейчас будет вкусно-вкусно. Кто любит так же винегрет, как я, с селедочкой? Я уже сто раз снимала этот отдел, но тут этот отдел с эхвейд, с цветами, меня просто. Обожаю его. Я тут иногда просто прихожу, когда в этот магазин постою здесь. А мы за... О, смотрите уже. Хэллоуин, да, Максим? Не переверни, зайка, бутылки, пойдем. Ну, не страшно, смешно. А не страшно? Ну, да. Так, нам надо два салата. Сыной, а ну-ка, покажи нам, что там у тебя. Яблоко в карамели. А, ты только карамель откусил. Зачем же яблоко есть, да? Ну, кусай яблоко-то. А он слизывает карамель. Нормальный, да, ребенок? Ну, ладно, сейчас я его. Ну, и как? Яблоко с карамелью вкусно? Ну-ка, показывай нам. Кто ел яблоки с карамелью? Я вот нет. Они еще были с орехами, но он с орехами не захотел. Она была только кожа сюда срезана. Какую? Вот эту. Я ее и на том мясе не срезал. Ну, все уже. В общем, Виктор Николаевич нас куховарит. Давно не было. Шеф-повара Виктора. А, да? Капаш, да. Наверное, подобьелись уже, да? Да, подобьелись из-за лета. А это гости приехали. Ну, а еще быстрее же всего мяско, да, на гриле? Ну, да. Это все самый оптимальный вариант. Почему бы и нет. За то, что есть такая возможность. Никуда не нужно ехать. Вон наши окна. Вот он стоит, а вон наши окна спальни. Федька сидит. А, точно, Федька сидит. Федька. Эй, друг. Ты за нами наблюдаешь. Вон и Мойсик к нему пришел. Дось, пошли. Мойс, ты тоже там? Ты, господи. Вот они оба. Что? Возмущалка картоновая. Дось, я ты даже някну. Витя, почему люди не пунктуальны? Почему они теряются? Я не знаю. Сейчас вам покажу. Почему люди не пунктуальны? Видите? Все, кстати, дети русские. Он русскоговорящий. Вот эта девочка в синеньком, американка. Похоже, он мяско нажарил. Травит нас. В плане того, что хочется это все поглотить. Да, папуль? Да. И посмотрите, ребят. Укрощение дракона. Вот он только у него спит. Попотеть фонарик, подсвети нам этого товарища. Ёлки-палки, гоните. Он вообще нигде не спит. Только тут так спит. И мурчит, слышите? Да, ой, как слон. Как проходят ваши школьные будни? Нормально. И чем ты занят? Читаю книги. Еще книгу прочитать. Видите, планшет можно использовать не только для игр. Да, Максим? Да. А для учебы тоже, да, сынулечка моя любимая? Да, но это хотя бы лучше школы. Ты должен на ковре лежать, а здесь ты можешь на кровати лечь. Господи, он правда вложился и висунки тут. И коты там вдалеке. Мам, с другой стороны. Кто строгий родитель, кто только разрешает за столом делать уроки. Я вообще за столом, конечно, заставляю, но книжку разрешаю почитать, полежать. Мам, посмотри на кота. Ну да, с ним еще и архаровцы лежат. Вот они. Дочки, посмотри в камеру. Не мучай кота. Смотри в камеру. Макс. В камеру. Макс. Смотри в камеру. Максим, не мучай кота. А я буду. А сейчас возьму его прямо под одеяло. Дорогие мои, висит Витина мяско. И повадился на это мяско. Коробочка здесь не просто так стоит. Повадился на это мяско Федя. Никогда ничего, нигде на столе еда будет лежать. Он даже носом не поведет. Никого мясо не интересовало. Даже когда я режу, готовлю. И тут я выхожу со спальни Макса. Я вижу, что Федя как сосиска висит когтями на этом мясе. Короче, и пытается что-то с ним сделать. Кота мы согнали. Ну и поставили вот так на холодильник коробку. Чтобы он туда не мог запрыгивать. Ну пока вот что-то ему довисеть осталось. Сколько там, 10 дней этому мясу. Эксперимент же. По засолке. Вот. И мы когда... Ну я вчера пошла выкидывать мусор. Максим снял видео. И я его приложу сюда. В общем, думаю, оно вас позабавит. Охота кота на мясо. Его даже коробка не останавливает. Посмотри на этого котометра, значит, сидит. Петя, я же сейчас покажу папойке, а он душит. Посмотри на это, может, это полет. Че? А это на ней полокоробки. Смотри, че на это. Сидит. Что ты нам сидишь? Ну и Пали, давай, на краю прям. У него домики. Смотрите, или нет, или думаешь, что за сумка. Прихожаю, а за сидит. А когда приходит, ребят, осень, я люблю купить. В прошлом году мне просто так отдавали тыквочку. В этом году я купила тыквочки. Ну и вот такая вот осенняя скатерочка. И вот такие вот тыквочки украшают наш стол. Согревает наше настроение. Ну и оранжевый вообще хороший цвет. Дороги мои, всем привет, привет, привет. 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 Всем привет. Мы идем в школу. Что, зачем мы идем в школу, Зайка? Идем в школу, чтобы взять материалы. И там есть одна секретная вещь, которую я не буду рассказывать. Я знаю, что это. Какую-то секретную вещь он не хочет мне рассказывать. Она очень хорошая. Она очень хорошая. Она пригодится. А, да, мы еще не сумасшедшие, чтобы вы не подумали. Нам до школы минут 10. Минут 10 до школы, поэтому мы пешочком. Все у нас хорошо. Возле нас там, возле дома, есть стройка, да? Да. И Максим идет, говорит, хорошо, если бы возле нас рядом поставили магазины. Потому что ближайший магазин вон там далеко на перекрестке. Вот. Да, Саквей. Так что вот так. Вот нам чуть-чуть осталось прям вон по прямой на углу уже наша школа. А выдают нам сегодня какие-то учебные пособия для чего-то, да, Зайкин? Для проектов. Вот. Ну, мы заодно и прогулялись. Кстати, знаете, что я хотела сказать, дорогие мои? На улице сегодня 15 октября. 15. И жарко. Плюс 30. Плюс 30, ребята. Это аномально даже для Калифорнии. А в такое время уже такого пекла нету. Обычно 20, комфортные 20 градусов. Вечером кофточка, да? Я понял, почему у Американцев 23 октября считается первым днем. Сентября. Сентября. Первым днем осени, да. Сентября? Да, сентября, Зайкин. А, то есть уже осень, а не так жарко? Сегодня 15 октября. Но первый день осени, кто не знал, в Америке. Никогда начинается 1 сентября, наступает. 23 сентября, да, ребят. Это первый день осени в Америке, если вы не знали вдруг. Так что вот так. Ребятки, мы пришли уже в школу. Идем по школьному двору. И мы сожалеем, что мы не будем в школу, да? Почему? Они с тобой здороваются, говорят. Я не знаю их. Да, ты их не знаешь, окей. Пусть даже и говорят, что мы... Мальчики сбоку, я не буду их показывать, нельзя. Кричат. Здороваются с Максом. Максим говорит, он их не знает. Не знаю, но может быть, они... Это да, но... Оказывается, многие родители в Декерс сдают своих детей, да? Да. Я на зуме смотрю, и сзади детей стоят... Сзади Илая стоят много других детей, которые на зуме. И взрослые туда-сюда бегают. А, вот, видите? Сегодня мальчик спортом занимался прямо на зуме. Сзади. Ага, ну потому что у всех деток в разных... Они в разных классах. В разное время у них как бы эти... Зумы, да. У нас есть девочка, репетитор по математике. Так вот, она работает в садике, и вот она говорит, детки должны были пойти в первый класс. Естественно, этого не случилось. Родителям надо работать. Их оставляют в этом садике. И следят за тем, чтобы они посещали свои зумы. Вот. Так что ситуации разные бывают, как говорится. Ситуации, да. Смотрите, смотри, там уже повесили на хэллоуин. Да, там что-то украшает на хэллоуин. Это наш центральный офис. Я уже рассказывала много раз, но... Bookfair. Bookfair. Это книжная ярмарка. Книги опять не продавали. Да. Ну, в общем-то. В 22-м, по-моему, продавать будут. Ну, да. И мы и сами идём туда. Вот видите, тут вот книжечки такие в этих упаковочках. И можно взять их бесплатно для обучения дома и почитать. Ну, thank you. Я ваше. Ты хочешь книжку взять? Нет. Нет, у нас есть книжечка. Спасибо. Ага. Спасибо, мэм. Это наша лайберри-училка. Лайберри-училка? Ну, она как бы не титчер. Мы идём всё время с нашим настоящим учителем. Она просто у нас проверяет книги, которые мы хотим взять с собой в класс. А, ага. В общем, мы такие с Максииком одарённые. Мы пришли в школу и забыли дома маски. Нам дали бесплатно. Нам дали бесплатно. Это штук на бесплатный Мелкшей. И вот, да, остановись-ка я покажу. Смотрите, какая красота ему дали. За то, что он хорошо учится на бесплатный Мелкшей. Ну, в общем, как-то вот так. Пощеряют как могут деток. Маски можно снять. Ну, а что, пакетики мы вам дома покажем. Ходил. Вот прям комнатка. Вон, 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 вон. Прямо самая первая комнатка была Макса. Я прямо отсюда его видела. Нет, самая вторая. А, вторая, да. Ну, какая разница? Прямо там отсюда он выбегал с рюкзачком, и мы уже его видели. Вот. И вот тут на скамеечках мы его ждали всегда. Ой, школа это хорошо. Я скучаю за школу. Тем более они такие все няшные учителя здесь. Да ты... Ой, ты хорошо все делаешь. Ой, ты это... Всегда хвалят, да? Мне в России не очень нравилось. Тебе в России не очень нравилось? А тут? Тут нормально. Тут нормально, говорит. Тут хотя бы бесплатный мешок кидают. Бесплатный мешок кидают. Ну, ладно, это детское видение всего происходящего. Интересно, что эти дети там делают? Не знаю. Ну, как-то так. Смотрите, как флагов намешал кто-то. Весь заборчик свой украсил флагом. Да, Зоя? Угу. А это футбольное поле школьное. Это не футбольное поле. Ну, как ворота стоит не футбольное? Ну, мам, ну, у нас ворота. Оно не всегда используется как футбольное. Хорошо, ребята, уточняю. Оно не всегда как футбольное используется. Вот это вот поле здесь вообще-то специально. Угу. Я помню, я был в первом классе, и там устроили вечеринку водой. Угу. Вообще, мам, когда я был во первом или во втором классе, когда нас забирали, не все ушли туда. Куда-туда, Сайка? Ну, тут на этот, на мультики смотреть. А почему? Ну, когда мы взяли, нам сказали, что, типа, мы два раза пили какао. Первый раз, это когда нас учитель второй, в первом классе, второй учитель-помощник, забрал нас и дал нам какао в кафетерии. А второй раз, не помню, все или не все, по-моему, не все ушли у меня. Я попал в список тех, кто пойдет на мультик, типа, короткий мультик. Нам дали какао с маршмеллоу, конечно же, как американцы любят. И привели нас в класс, где будет этот пресс, где мультик включали. Вот так вот. Видите, как их развлекают тут? Мультики, какао, маршмеллоу. Маршмеллоу, это зефир. Так что вот так. Только небольшой. Еще, ребят, вот в таком пакетике, видите, подписан Максим. Кроме 12, комната 17, третий класс, Максим. Ну, он один там, Максим, поэтому так. Так, папочка. Там это все материалы. Видите, даже все по пакетикам таким разложено. Каждому ребеночку, все какие-то эти самые. Это для материалов. Видите, цветная бумага. Ну, это вот какие-то поделки. Сошу Стадис. А, это хаппи-берды у меня. Ой, Максима, с днем рождения, смотрите-ка, поздравили. Открытка. Да, помнишь, у меня же был хаппи-бердый. О, да. И меня поздравили его что-то еще. Хаппи-бердый, Тю, Максим. Закладочка. Закладка? Да, книжку-закладка. О, пожалуйста, что-то. Не трогай. Ну все, не трогай. Она уже это. Давай дальше. Закладку кто-то понесла. Ну, для книги нет. Так. Карандаши. Карандашики положили. Да, вот здесь самое главное. Не говори нам, что. Что тут? Это Максима вытащили. Как Максим это правильно называется? Тикеты. Тикеты. О том, что он хорошо, что повернись к нам в лицо. Учился. Учился хорошо. И положили ему сюрпризы, да? Ножницы нужны. Ножницы нужны. Букфейр. Типа, что, сколько стоит, как, чего. У них происходит лотерея. Та-да! Вытаскивают Максимкин номер. Это карандашик. Он сам его выбрал. Это не уон. А, нет, это не уон карандаш. Уон карандаш здесь должен быть. Он сам попросил карандаш, чтобы ему положили, когда вытащили его тикет. Это такие поощрения, ребят. Вот такой я хотела. И оранжевый, и зеленый. Это вот два тикета достали, и он как бы это вытащил. Это я сам сказала. Да, он сам выбрал. Маски нам дали там. Так, клей-карандаш для подела. Мам, помнишь, нам в прошлый раз давали попкорны, всякое? А сегодня мы нам дали бесплатный сандэя. Ну да. Милкшейк. Милкшейк бесплатный. И наушнички. Сходим, посмотрим. Купим мы сегодня. Я не знаю, когда будет у нас премия. Наушнички выдали для лэк-топа. И все, собственно говоря, да, сынок? Угу. Я эти наушники и только для уроков могу использовать. Конечно. Мне не говорили, что только для уроков. Хорошо. Хорошо.